Всем привет! Это программа Караоке-такси и я Алексей Орлов. Новый день и новые эмоции. Я надеюсь, он будет удачным. Ну что, поехали! Ну что, кто желает со мной прокатиться? Девушки, нужна машинка? Нужна. Узнаем, куда. Добрый день, на СБС? На СБС 300. 250? Нет, 300. Ладно, поехали. Поехали. Пойдем. Здравствуйте, еще раз. Это программа Караоке-такси. Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Меня Ирина. Ирина? Анастасия. Ирина и Анастасия. Я предлагаю поучаствовать в нашей программе с песнями на Уральскую. Весело. Весело и песено. Поехали. Да? Да. Хорошо. Ну что, поехали. Девушки, куда направляетесь? Здесь. Ну это понятно. По какому случаю? На прогулку, на прогулку. Просто гулять. Решили провести его в торговом центре? Ну почему бы нет? Ну да, каждому свое, наверное. Замечательно. У нас первые туры. Для начала я предлагаю вам пять музыкальных жанров на выбор. Ретро, шансон, попса, рок или детская? Что выбираете? Два детская. Ретро нет? Ну, как-то не очень. Ну давай детская. Определились точно? Да. Чтобы не было никаких обид. Ну пусть будет детская. Перед другом. Хорошо. Детская. Если мне понравится, как вы споете песню, которую сейчас воспроизведет караоке-машина, я сделаю вам скидку 100 рублей. О, это вообще замечательно. Да? Да. Неплохо, я тоже так думаю. Приятная неожиданность. Хоразы сегодня. Ну что, готовы? Готовы. Поехали. 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 У нас, по-моему, нет. Ну как, выбор есть всегда. Выбор есть всегда. Но мы же едем. Я могу вас отвезти всего лишь за 200 рублей, как мы договорились. Ну давайте уже споем. Что так сильно? Споем, да? Хорошо, конечно же, правильно. Второй тур. Девушки, а чем вы вообще увлекаетесь? Есть какое-то хобби у вас? У меня все мое хобби в моем ребенке. Это одно большое... Большое хобби, да. Счастье-хобби, можно так сказать, да? Да. У вас мальчик, девочка? Мальчик. Как зовут? Станислав. Большой уже? Два года. О, ну уже большой. Уже, да. Уже маму на работу отпустил. Мама, передавайте быстренько привет сыну. Конечно, Стасику любимому привет. Нет, Стасику. Стасик. Ну а правила второго тура таковы. Караоке-машина самостоятельно выбирает песню, жанр этой песни. Вам нужно будет ее всего лишь спеть и понравиться случайному прохожему. Потому что в этом туре именно прохожий будет оценивать ваше пение. Если ему понравится, ваша поездка будет совершенно бесплатной. Если не понравится, я вас высажу. Рискованно, да. Рискованно, да. Но есть за что побороться. Давайте попросим этого молодого человека. Можно вас на секундочку, молодой человек? Здрасте. Здрасте. Это программа Караоке-такси. Помогите, пожалуйста, нашим участницам пройти этот тур. От вас ничего не потребуется. Просто послушать, как девчонки вам споют. Если вам понравится, я их отвезу бесплатно. Если не понравится, я их высажу. Хорошо? Как вас зовут? Роман. Роман. Очень приятно. Меня зовут Алексей. Сегодня вы в роли строгого жюри. Оценивайте пение этих двух прекрасных барышень. Кстати, открывайте окошко. Да. Чтобы Роман вас увидел. Все. Ну что, готовы? Да. Готовы. Поехали. Синькая юбочка, ленточка в косе. А кто не знает Любочку, Любу знают все. Девочки на празднике соберутся в круг. Пока танцует Любочка, либо ли. Ну, по-моему, неплохо. Не знаю, понравится ли Роман, узнаем чуть позже. Либо-либо, любовь. Ну, что скажете, Роман? Ну, я думаю, девушки заслужили, чтобы их отвезли. То есть, вы считаете, я их бесплатно должен отвезти? Ну, они неплохо спели. Да? Хорошо, Роман. Спасибо большое. Любителя, но... Хорошо. Спасибо. Спасибо. Я понял. Удачи. Ну что ж, девушки. Как сказал Роман, вези бесплатно. Бесплатная поездка в вашем кармане. Да, бесплатно доедем обязательно. Но, коль вы уже ничего не теряете, я предлагаю играть дальше. Третий тур. Ну, теперь уже можно. Тем более. А в третьем туре вы еще сможете денег заработать. Едем. Едем, конечно же. Но едем-то мы в любом случае. Участвуем? Участвуем. Отлично. Все, супер. У нас третий тур. Ну, а правила этого тура немножечко усложняются. Караоке-машина воспроизводит попури из песен. Вам необходимо петь, подпевать каждой песне и петь как можно лучше. Потому что по результатам тура Караоке-машина поставит вам оценку в виде баллов. К этим баллам я приплюсую нолик, это и будет вашим выигрышем. То есть, чем лучше споете, тем больше заработаете. Желательно попадать в слова, петь громко, четко и весело. Караоке-машине это нравится. Хорошо. Хорошо? Ну что, готовы? Да. Готовы. Поехали. Вася, 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 его не знает. Вася, как на автомате, перед родной, под пальцем, вся в слезах. Поехали. 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 Ультрамарин. Начинается. Как королево. Вот нас тут мягкое. Ух! Уши развести. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши. ПЕСНЯ 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 Согласен, согласен я с этим результатом, как и обещал. Эту цифру умножаем на 10, ну или, грубо говоря, нолик еще один приплюсуем. Да-да-да, 700 рублей, все правильно. Ну что ж, 700 рублей, да? Замечательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Держите, ваш выигрыш. Ну есть чего продолжить шоппинг. Тоже неплохо, да? Хорошего вам дня, всего доброго. Спасибо большое. Удачи. До свидания. Пока. Ну что ж, вот так вот девчонки попели, повеселились, еще и не 700 рублей заработали. Хочешь и ты попеть? Ищи меня на улице. На парковке этого торгового центра, я думаю, мои услуги кому-нибудь уж точно понадобятся. Посмотрим, повезет ли мне девушке. Девушке, вот ты, какие красавицы. Нужно нашенька, да? Я промышленная. Здрасте. Здрасте. Да, промышленная, конечно, довезем. Так, сколько? Ох ты, как вы так по деловому-то набросились? Дайте подумать. Рублей 300, наверное. Давайте 250. 270. Нет, давайте 250. 270. Ну, пожалуйста. 270. Поехали. Здравствуйте, еще раз. Это программа «Караоке-такси». Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Алина. Аня. Алина и Аня. Есть желание поучаствовать в нашей программе? С песнями домчаться на промышленную? Конечно. Конечно. Так, Алина, я понял. Аня, что скажешь? У меня тоже игра. Точно? Что нужно делать? Как-то вы так промолчали. Аня, ну, если программа «Караоке-такси», то, наверное, петь, я так полагаю. Это мы умеем. Умеете, да? Конечно. Ну что, участвуем? Участвуем. Поехали. Девушки, куда направляетесь? Да, в гости едем. В гости? Да, дружи. Кому? Подруге. Подруге. Давно не виделись? Очень давно. Как зовут подругу? Виолетта. Виолетта. Привет вам. Довезу. В целости и сохранности. Чем занимаетесь? Работаете, учитесь? Учимся. Я учусь. На кого? На экономиста. Аня, с вами понятно. А вы? Абитуриенко. Абитуриенко. То есть вы еще не поступили? Еще нет. Ага. Аня, а вы на каком курсе? На первом. На первом. Вот оно что. В первом туре я предлагаю на выбор пять музыкальных жанров. Ретро, шансон, попса, рок и детская. Что выбираете? Попса. Однозначно, да? Даже вот так в два голоса. Попса. Хорошо, круг сузился. Из попсы все-таки, наверное, есть какая-то хитовая песня, вами любимая, под которую танцуем, подпеваем, все что угодно делается. Иван Дорн. Иван Дорн, боже мой, сколько уже прошло времени, а Иван Дорн до сих пор в сердцах всех девушек и краснодарских в том числе. Ну что ж, замечательно. Если мне понравится, как вы споете песню, я сделаю вам скидку 100 рублей для начала. Правила понятны? Да. Готовы? Готовы. Поехали. Поняла, что за песня? Да. Да. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Стану я сюда приписываться. Как мы все же цветут орхидеи, не земной, а сной красоты. Никого для меня не дороже. Лишь на моем слезу я живу. Я не знаю, как это возможно, но потом ты сделала жена. Необыкновенная, плосковая, нежная, как океан беспрежная, любовь моя. Необыкновенная. Ну, на мой взгляд, хорошее начало. Необыкновенная. Достаточно. Для меня, например, все понятно. Обещанная скидка в 100 рублей у вас уже в кармане. Хороший у вас сложный дуэт получился. Вы точно нигде не поете? Ну, нет. Ну, нет. Только в душе. В кармане уже везде. На кухне, в квартире. Везде. Ну что, девушки, я предлагаю сыграть во второй тур. Играть дальше. Да? Да? Понравилось? Да, понравилось. Отлично. У нас второй тур. Правила этого тура немножечко сложнее, чем предыдущего. Потому что на этот раз ваше пение будут оценивать случайные прохожие. Именно для них вы споете и более того. Песню и жанр песни караоке-машина выбирает самостоятельно. То есть вам нужно всего лишь спеть. Спеть хорошо, чтобы остаться в этой машине. Потому что на кону, барабанная дробь, бесплатная поездка. О-о-о! Да. Если прохожий скажет, что мне понравилось, девчонки хорошо спели, я вас везу бесплатно. Если ему не понравится, я вас высаживаю. Хорошо? Хорошо. Правила понятны? Понятно. Ну и все, дело за малым. Найти прохожего. Правильно? Правильно. Отлично. Здрасте, молодые люди. Можно вас на секундочку? Здрасте. Это программа караоке-такси. Помогите, пожалуйста. Вот так вот все дружно нашим участникам пройти второй тур. От вас ничего не потребуется. Просто послушать, как девочки вам споют. Если вам понравится, я их отвезу бесплатно. Хорошо. Если не понравится, я их высажу. Хорошо. Девушки, открывайте окошко. А вы на какое-то торжество, наверное, идете, да? Да. Хорошо. Буквально три минутки вашего драгоценного. Ну что, готовы? Готовы. Поехали. Какая песня. Мы можем все так спать. Да, возьмем все. А танец спойт? Да, да, да. Как во сне. Эх, молодые еще не знают такую песню, да? Чувствую сейчас. Девчонки выйдут и пойдут дальше. Пишут. Ну, судя по моему печальному лицу, я жду ваш вердикт. Ну, молодежь, и за волю к победе, вот, наверное, ну, можно. За волю к победе, хотели они. Вот по глазам вижу, здесь желаю. А что поет, знаете? Вот если кому поет. Вот, верно, 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 Леонтик, да, по голосовам. Да что ж такое, а все против меня, то есть я их везу бесплатно. Ну, получается так, пусть завтра узнали. Спасибо. Хорошо, спасибо большое, удачи, счастливо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я вот, честно говоря, на месте прохожих высадил вас, высадил вас бы. Понятно, что Леонтьев, а это не Иван Дорн. Ну, как она. В свое время, хотя, наверное, он тоже был. Ну, наверное, такой. Даже еще покруче. На таком пике популярности, наверное. На очень большом пике популярности. Ну, что ж, хорошо, воля прохожих, бесплатная поездка вами заработана. Спасибо. Да, эти аплодисменты тем, кто вам помог. Ну, и когда вы уже ничего не теряете, я предлагаю перейти в третий тур, потому что в третьем туре вы еще сможете и денег заработать. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Да? Да. Играем дальше. Третий тур. Ну что, девушки, третий тур немножко посложнее. И на этот раз оценивать ваше пение будет уже сама караоке-машина. Для этого она будет выдавать попури из песен разных лет и разных жанров. Вам необходимо петь, петь как можно лучше. Потому что в конце тура караоке-машина поставит определенную оценку и выдаст, ну, сколько-то баллов. К этим баллам я приплюсую нолик, это и будет вашим выигрышем. Поэтому ваша главная задача заработать как можно больше баллов и как можно больше понравиться караоке-машине. Петь громко, внятно, весело, ну и попадая, естественно, в слова. Правила понятные? Понятно. Хорошо. Готовы? Готовы. Поехали. Вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручика начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручика начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Я тоже, как и улыбки. Тихо, как и улыбки. Тихо, как и улыбки. Тихо, как и улыбки. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы на земле началось. А над городом плевать дым, городу тысячи лет. Все могут короли, все могут короли, и судьбе с этой людьми, и садят они пароль. Ну вот и все, вот и все. Ну что, сколько там баллов поставила караоке-машина? 60. 60 баллов. Заслужила, да. Как и обещал, приплюсовываем нолик. Сколько там выигрыш? 600. Нормально. Да, вы еще и хорошо считаете. Держите. Спасибо. Зачем на дорогах? Спасибо большое вам. Всего доброго, удачи. До свидания. До свидания. Пока. Теперь будем друзьям рассказывать. Вот такой вот выигрыш. 60 баллов, а соответственно 600 рублей. Ну что ж, а на этом мой рабочий день подошел к завершению. Я говорю огромное спасибо компании Автодар за эту теплую, уютную и комфортную машину. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.